Это уже не учебник. Это уже фундаментальный труд. Называется The Art of Multistread Program. Написано двумя учеными, которые работали в лаборатории САН, каких-то там перспективных исследований. Книга очень крутая, там объяснено, она круче, чем Java Kill Concurrent. То есть Java Kill Concurrent это реализовано несколько примитивов. Блокирующая очередь, пулл потоков, а там люди разбирают устройство огромного количества примитивов, сотен. Она настолько крутая, что эта книга почитается как в религии, то есть мусульмане признают Иисуса. Они считают его сыном Бога, но у них большой право. Молодец. Так и здесь. Эту книгу точно друг другу советуют плюсовики и сешарписты. Да, в ней примеры все на Java. Но это писали два ученых. Просто им нужно было примеры приводить на коддоязыке. Это считается у нас уже вообще. То есть выше ничего нет. Выше пошло только чисто в виде наука. Все, что круче, чем в этой книге, это уже кандидатская диссертация в буржуйском узе. Книги неизменные, они постоянные, то есть уже 10-15 лет, вот это то, что есть такая иерархия литературы полноопоточность в Java. Рекомендую, по крайней мере, первое прочитать. Это как бы Java Core++. Все, что вы хотели бы знать полноопоточность. Хорошо. Итак, и вот у нас Java Kill Concurrent. Интерфейс с Red Pool называется Executor Service. Не знаю, почему так. Вот конкретная реализация. С Red Pool Executor. Там много конструкторов. Я взял не самый жирный конструктор. То есть, если хотите, посмотрите, там в заданиях, наверное, написано. То есть, вот есть такие чудовищные конструкторы, вот с таким количеством аргументов. Много конкурирующих, наверное, выбрать. Я взял какой-то. Что здесь написано? Устрает пул. 4,64. Вот тут я могу ошибаться совсем в тонкостях. Но, насколько я помню, ситуация следующая. Вы знаете, строят пул. У него в пуле нет ни одного потока. Он не жрет. Мой пул сразу создавал 10 потоков. Он был фиксированного размера. Этот пул круче. У TomCat вот точно такой пул. Вообще там параметры те же самые. В servlet XML. Я даю ему задачу. Ему надо ее выполнять. Он создает один поток. И помещает в пул. Потом. Поток отработал. Лежит в пул. Я даю вторую задачу. О, есть поток. Он отрабатывает. Теперь я даю задачу и тут же даю вторую. Пул обнаруживает, что единственный поток его занят. А второго потока нет. Он создает второй поток. То есть, только когда я создаю ударные нагрузки, пул расширяется. Максимальный его размер не создается сразу 64. То есть, если мы рассмотрим это время, это количество потоков, то их ноль. Мы создали ноль. Кинули задачу. Создали один поток. Хорошо. Задача отработала, закончилась. Мы кидаем еще одну задачу. Они говорят, о, поток есть. Они его задействовали. Хорошо. Теперь я кидаю задачу и тут же кидаю вторую задачу. Они говорят, что придется создать второй поток. А я кидаю первую, вторую, третью, четвертую и пятую. Они черт, 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 черт. Создали, допустим, 10. Если я накидаю, 64 это максимальный размер. Если я накидаю больше, чем 64, то в конструкторе хотят блокирующую очередь. То есть, полностью архитектура, как я вручную написал. То есть, у них будет очередь. Это блокирующая очередь в насторе массива. Кто был на Java Core? Используется не монитор, а класс ретрандлог. Точно так же, как... Да. Одна из класса ретрандлог, это немножко улучшенный wait-notify-notify-all. В чем, какая одна из проблем решена? В чем одна из проблем wait-notify-notify-all? У него wait-set 1. Любой поток, который ждет на данном мониторе, попадает в одно какое-то место. Когда мы говорим на tify-all, то все эти бородки просыпаются. Если мы говорим на tify, то просыпаются случайно. Это очень плохо, когда у вас люди ждут разных ситуаций. Для блокирующей очереди шаблон производитель-потребитель. Производитель ждет, чтобы задачу положить, а потребитель ждет, чтобы забрать. И вообще, это две разные роли, их грудить, скорее всего, не надо одновременно. Так вот, у ретрандлога он производит экземпляры класса condition, условия. И это класс, который соответствует wait-set. То есть можно ждать в этой штуке, а можно ждать в этой штуке. Можно разбудить всех. У них есть методы только не notify-all, а signal-all. Можно разбудить всех этих, можно разбудить всех этих. Можно разбудить одного этого, можно разбудить одного этого. array-blocking.ru это, скажем так, улучшенная штука, которую мы писали на Java Core. Но по архитектуре она абсолютно аналогична. Сразу скажу, что с новопоточностью происходит следующее неприятная вещь. Она фактически нужна везде. То есть какое-то время назад, во многих вакансиях, начиная с метлов и даже с джинеров, требует какое-то понимание многопоточности. Процессоры многопоточные, веб-серверы многопоточные, даже какой-то уже чертовый Android стоит на двухъядерном процессоре, на четырехъядерном процессоре. И нужна многопоточность, потому что одним потоком вы играете музыку, вторым потоком вы качаете свежую музыку, а третьим вы маленький чат, тут делаете чат, обсуждаете с другими свою музыку. Ничего не поделаешь. Из приятного. Библиотека Java Kill Concurrent, она достаточно сложная, но это всего лишь один пакет. Она считается очень крутой. То есть вообще в мире многопоточного программирования, вот нам повезло, что у нас прямо в GTK есть в мире крутая библиотека. Я смотрел пару конференций из Москвы, и там был парень, они написали какой-то генный процессор, что это обсчитывают геномы. Ну то есть по результатам каких-то тестов они восстанавливают ДНК и ДНК. И у них настолько сложный наукоемкий процесс, а пацаны настолько крутые, все из Московского университета, что у них был свободный выбор писать это на Java или на C++. То есть язык программирования это было уже повторить, что у них такая жуткая математика, что надо изучить язык программирования, это мелочь. И вот они говорят, что Java стоило бы нам выбрать только за Java & Concurrent. То есть C++, мы целиком такие крутые, у нас жуткая математика, жуткие задачи. Вот мы скажем, что по нашему мнению Java & Concurrent круче, чем все многопоточные библиотеки C++. То есть может в плюсах и есть какие-то библиотеки, но малоизвестно, непопулярные, не оттестированные. Ну в этом смысле это очень сложная библиотека, одна поточность и коэффиденция, но все-таки можно очень круто изучить новопоточность до уровня семьёра, просто зная один пакет. У некоторых языков все очень плохо. Когда у меня нет стандартного пакета, они говорят, ну не знаю, возьмите это или это, или это, или это. Ну вот я стартовал свою карьеру, в том числе с плюсом, я несколько раз стартовал, мне очень удачно. В лес был, посидел, зарплата не растёт, таски я не могу решать. Вот в плюсах, почему я после плюсов пошёл на Java, что меня больше всё смутило? У них не было стандартных библиотек. Я-ка ставлю Java, у меня в JDK. Вот тут многопоточность, вот, у меня есть ключевые слова синхронизит, болотает, а есть прямо библиотека для многопоточности. А в C++ такого нет. В самом языке нет ключевых слов и нет стандартной библиотеки. Хочешь многопоточность, в этой компании используют эту библиотеку, в этой ту, в эту ту. Это вообще ужасно. Я год проснил на плюсах, я не смог его изучить, потому что, как это, ну, слишком сложно. То есть, сразу на 5 пакета учим. Хорошо. 4 – это следующее количество. Пол у них приятный. Я даю удар? Да. Если я даю ударную нагрузку, 100 запросов в секунду. Что происходит? 64. У меня растёт ступенька. Когда мы доходим, и каждый раз статует целовой поток. Потому что пул изначально пустой. Забили пул. Хорошо. Оставшиеся 36 потоков помещаются в очередь. То есть, вот тут стоит 36 потоков, они крутятся. Но они все заняты работой. Чтобы их не создало слишком много. Потому что создать миллион задач, миллион Java объектов – это легко. Миллион потоков – это конец. Поэтому начинают, то есть, их кидают просто в очередь. Они набиваются в очередь. 36. Когда один из них освобождается, он берёт задачу. 35. Освобождается, берёт задачу. 34. Забирает очередя пустей. Они забирают. А потом, когда задач осталось меньше 64. Допустим, 30. У вас 30 потоков крутятся. А 34. Забили в методе 3. То через 60 секунд безработные потоки начинают прибивать. Пул начинает сдуваться. То есть, у вас была ударная нагрузка. Система создала 64 потока. Ну, я просил. Они работали. Чтобы потоков не было сильно много, и вы не упали. Потому что, ну, Linux, ну или просто начал сервер тупить. 10 тысяч потоков – всё очень медленно. Какие-то проблемы уже уровня Linux или GVM. Вам создают очередь. Да. Тут есть более жирные конструкторы устраивают пул экзекьютера. Потому что можно написать, передать ему логику, что делать, когда и очередь забита. У нас есть специальный интерфейс, когда все потоки заняты, очередь забита, то вашу таску дают другой штуковине. И вот, например, закрывать сокеты. Или сокет писать, давай, до свидания, и закрывать сокеты. Или статистику ввести. Или, то есть, ваши. Он надувается, они работают, работают. Потом таски ушли. И у вас, конечно, с потоком ещё жило. А потом они начинают умирать. Одна из проблем GDK, ну как и сильно волнующая программистов, но волнующая авторов, это то, что в джаре не были определены единицы времени. В некоторых местах, когда, например, метод object weight, он получает миллисекунды. Тысячные доли секунды. System current time millis возвращает миллисекунды. Тысячные доли секунды. А вот, например, system nanotime возвращает наносекунды. Миллиардные доли секунды. Проблема в том, что всё возвращает в long. Кроме того, миллисекунды оказалось, что уже сильно большие единицы. Фактически это миллион тактов процессора. И поэтому кто-то использует миллисекунды, кто-то микросекунды, кто-то наносекунды. Поэтому в джаре у тебя конкурент, и оно сейчас проникло везде, поскольку часть GDK внедрили, следующее. Ты указываешь long, а потом есть enum time unit. Это enum. Ну, то есть просто перечисление констант. Да, у констант могут быть методы, у констант могут быть какие-то поля, но, в общем-то, скажем так, это константы. И теперь принято, что если кто-то хочет говорить о времени, он должен в конструктор тоже некрасиво. Ну, вот так решили. То есть в сигнатуре две дырки. Одна для long, вторая для time unit. И ты говоришь, например, тысячу дней. Три секунды, две микросекунды. И потоки начинают значить. То есть поток не так, как я сделал, он крутится в while true, и как-то написано, что если он залип на take, и на take и провисел 60 секунд, то его прививают. И его while true разрывается. Да, все вот эти параметры можно выставить в том, это. Ну, по крайней мере, вот это, вот это и вот это, по-моему, можно. И вот это, по-моему, можно. Только в XML непонятно, что это значит. Теперь, раньше у меня был метод. Теперь мне нужно оформить это в виде экземпляра. То есть у меня есть какой-то класс HTTP handler. Что это такое? Можно сказать, что это как бы адаптер. С одной стороны, чтобы я его кинул в полупотоков, он должен быть collabeled или runabeled. Метод submit у пула потока в виде тут начинается перевешка. Метод submit получает и collabeled и runabeled. С одной стороны, IP handler. Хендлер очень популярное слово. Можно сказать, что такого шаблона нет, но он настолько популярен в всех языках, что можно сказать, что это шаблон. Это класс, задача которого реагировать на некоторое событие или на некоторую ситуацию. То есть если ввести, то в Java не знаю. Поезд, да? В общем-то все мои. Ну, JDK не популярно. В некоторых в Java фреймверках вводишь звездочках handler, тебе сотни, ну десятки класса так точно откидывает. У меня есть HTTP handler. Это класс, почему он как бы адаптер. То же с одной стороны, он должен быть collabeled, а с другой стороны, он должен реализовать HTTP. Поэтому в конструкторе он получает сокет, является collabeled, он, собственно, делает то же самое, что и раньше. Берет input stream, all input stream, вызывает read, но это уже будет сделано в отдельном потоке. То есть я pull-up потоков. То есть у меня поток main, он вызывает только accept. Вызывает accept и посылает pull-up потоков. Основная проблема, которая тут может случиться, это у pull-up задачи такие дурацкие приходят, что очень медленно выполняются. Или же кто-то ставит задание, которое, в принципе, нельзя выполнить. Ну, чтение какой-нибудь файла, который терабайтный. Ну, в смысле, я не могу его закончить. В таком случае, можно кажется, что я, вообще говоря, метод submit не блокирующий. Пока хватает в пуле свободных потоков, и память в очереди запросов есть. Вопрос хорошенько подковыряться, что происходит, когда очередь забита, и когда все потоки в пуле заняты. Может оказываться, что вы вызываете accept, вызываете submit, а очередь-то блокирующая, и вы в методе put зависли. И не вызываете метод accept. У клиента это будет выглядеть как крутящееся колесико. Просто непонятно, вот на S3 TCP handshake в какой фазе прервался. То есть клиент послал в TCP пакет, и назад, вот тут я не скажу, видимо, не пришло даже ответ. То есть он послал SYN, SYNX, наверное, не пришел. Или пришел, ну не знаю просто. То есть он вверх не может послать. Браузер обычно поурисует серый экран, колесико, не могу снять соединение. Смотрите, когда пишется сайт, что бы ни имело в связи, то ли это сайт для браузера, то ли это какой-то сервер для какой-то Android коробочки, ну конечно с сайтами хуже ситуация. В общем-то лучшее, если вы клиенту, в случае, когда вы не можете принять соединение, потому что перегружены, вы отрендерите простую HTML страничку, статическую, которую вы отдаете всем, в которой вы в стиле вашего сайта напишите «Извините, клиент сервер временно перегружен, нажмите F5». Чем? Он наберет URL, шмакнет, у него серая кнопка, усито колесо, через 30 секунд сайт не ответил. Потому что с точки зрения интернет-бизнеса, у тебя есть миллиарды потенциальных клиентов, у тебя есть десятки, сотни тысяч постоянных, и маркетинг вызывает такие волны миллион клиентов. Миллион – это немного. То, что если, например, у вас есть телешоу «Сваты», его смотрят 50 миллионов человек. Если вы делаете сайт «Сватов», то потенциально у вас 50 миллионов человек. И 50 миллионов человек в гугле вводят «Сваты» и их бросают к тебе. Или вы делаете мощную рекламу, и везде лейбл «Сватов», и все, кто видели этот странный телесериал, нажимают и попадают вам на сайт. То есть миллионы посетителей, десятки миллионов – это вполне нормальная небольшая сумма. Не всегда так. Бывает, что рынок очень конкурентный, и вы можете отрезать десяток тысяч клиентов. А бывает, что когда вы вешаетесь на уникальные события – олимпиада, выборы президента, сайт какого-то министерства. У вас куча министерств, у каждого министерства есть сайт. Человек набирает «Украина СБУ», есть только один сайт СБУ Украины, и не то попадают. Они публикуют СБУ-шники. И тут получается, что все сайтовики строятся, молятся на повышение конверсии. Конверсия – это просто процент людей, которым заплатила бабки. Если вы подаете один услугу. Я работал в интернет-магазине, который был стартапом. Цифры называть особенно не могу, но есть какая-то большая сумма, весьма большая. Речь идет про сотни тысяч гривен в месяц в бюджет. И какой-то есть бизнес. Мы тратим, допустим, 100 тысяч долларов на сайт, и он приносит 100 тысяч долларов на сайт в месяц. Мы платим программистам, верстакам, рекламщикам, все. Мы работаем в ноль. Но мы хотели бы отбить те 2-3 года, которые мы вкладывали в бабло. Мы вложили в это дело миллион долларов. Миллион долларов – это немного. Когда у вас несколько лет и много персонала, то если окажется, что там делишь, 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 делишь. Деришь на месяцы, на годы, на количество людей. Хоп-хоп-хоп. На аренду и остаются какие-то. Так вот. То есть надо отбить те миллионы долларов. Миллион долларов. И дальше происходит следующее. Приходят к маркетологам. И говорят, маркетолог, сколько стоит миллион новых посетителей? Спам, контекстная реклама, подача и выдача гугла. Маркетологи – 30 тысяч долларов. И мы в течение трех месяцев обеспечиваем миллион новых пользователей. Мы купим рекламу в новом месте. Там, где, скорее всего, наши старые клиенты ее видят. Хорошо. Тогда приходят, собственно, к продажникам. И говорят, какая у вас конверсия? Какая у вас средняя, средний чек? Они говорят, допустим, 150 долларов. Новый клиент в нашем электронном магазине в среднем тратит 150 долларов. Мы продаем домашнюю роботехнику. Холодильники, стиралки. Хорошо. Какая у вас конверсия? На миллион человек сколько у вас учтите сделок? Они, допустим, говорят, один процент. Значит, 10 тысяч сделок по 150 долларов. Сказочный мир. Полтора миллиона баксов. То есть мы вкидываем 30 тысяч долларов, получаем полтора миллиона. В реальности получается, что из того, что рынок конкурент, эти цифры вот такие вот. Изменение конверсии даже в два раза, это очень круто. То есть обычно вы вкинули 30 тысяч, получили 30 тысяч. То есть конкуренция, идеальная конкуренция приводит к разорению всех. Все начинают вбивать цену, чтобы продать лучше, чем сосед, и чуть-чуть снижаешь цену. И все переходят к тебе. Он тоже чуть снижает цену. И тут получается, что все бьются, и программист, когда он даже просто настраивает тонкое, то он для себя должен четко понимать, что надо обеспечить все, что если мне не хватит мощности базы, мощности процессора, мощности сетевой карты, у меня вообще не хватает мощности, то клиенты, которых мы не можем обслужить, должны по крайней мере увидеть статическую HTML в стиле нашего сайта с текстом. «Извините, пожалуйста, пожалуйста, обратитесь позже». Это очень важно. Вот есть LiveJournal. Чем он хорош? Я набираю под алфером, у которого нет. Да, его как сказать, прикольно, да? Коза плачет. Буджета тоже прикольно. Да, это я набрал URL, которого на данном сайте нет. Да, я выбрал какой-то журнал. Да, я могу взять кого? Jithub. Jithub какой-нибудь. У них еще. Вот такое. Оно еще шевелится. У-у-у, типа прикольно. Когда клиент увидел такую штуку, у него не высекает желание сказать, блин, что это, пошел отсюда. Я возьму следующую ссылку из-за заранее. Если клиент видит серый экран, завращающийся пять секунд колесо, у него возникает лепнуло, в ощущение, что ничего нет. И для конверсии это очень важно. То есть надо обеспечить вот этот разрыв, что если даже у вас сервер идет дым, вы все-таки соединение принимаете, и у вас возникает какая-то другая цепочка облегченная. Не анализировать запрос пользователя, а отдать ему какую-то простую страничку. Да, насчет реальности. Сенсор NetNoir. Он сейчас не работает. Он работает. Да, он пару дней лежал под DOS-атакой. Вот реально один из там пяти сайтов про революцию просто лежал под DOS-атакой. Он либо крутим колесом 30 секунд, либо отдавал кусок страницы, какой-то такой без верстки, без ничего. В смысле для сайта это реальность. Наконец-то Янукович нашел кому дать денег, и они завалили сайт. Правда один. Размещайте по этому революционную информацию странице в Facebook. Если ваша революция, согласовано с госдетом, конечно. Facebook никакой янукович не завалит. Так, давайте вперед.